Мария Мерзлякова только-только стала мамой. Её малышки всего сутки. Говорит, даже с именем пока не определились. У семьи это первый ребёнок. С этого года такие будут получать материнский капитал. Новость приятная, но, говорит молодая мама, пока не до этого. Мы не планировали об этом. Эти суммы, эти средства. Подумать нам было просто некогда. Всё как-то так быстро произошло. И эта новость как-то так застала. Ну, расплох, что ли. Но у нас не было эйфории, что вау, эти деньги. Да, конечно, не пригодятся в будущем. Куда пойдут, пока ещё не решили. Как можно будет распоряжаться маткапиталом за первенца, пока не готовы сказать и в пенсионном фонде. Здесь ждут нормативных документов. Их должны принять до 15 апреля. Такие сроки указаны в президентских поручениях. Только после этого в отделениях ждут первых заявлений. Судя по статистике, где-то до середины января родилось первенца где-то более 200 малышек, малышей. То есть, если прикинуть так грубо, то у нас ежемесячно пусть будет 300, может и больше детишек, то мы ожидаем, в общем-то, как только выйдет нормативный документ, когда он выйдет, в марте, в апреле, то где-то вот такой наплыв-то граждан будет. Маткапитал, вспоминают, фонды начали выплачивать в 2007 году, чтобы повысить рождаемость. И это, говорят, сработало. Были годы, когда в республике выдавали по 12 тысяч сертификатов, но в 2019-м цифра оказалась вдвое меньше. Если судить по статистике тех лет, в среднем где-то по 10 тысяч сертификатов в год мы выдавали. Но сейчас тоже чувствуется, действительно, какой-то маленькая демографическая яма есть у нас. Потому что в предыдущем году, в 2019-м, мы выдали всего 6700 сертификатов. В новом виде с дополнениями программа «Материнский капитал» будет действовать еще 7 лет до конца 2026 года. Оксана Хурякова, Андрей Бусыгин. Новости. Продолжение следует...